здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим на мой взгляд на очень важную тему которая в последнее время но как-то где-то на пятых на седьмых почему то ролях хотя она страшна эта тема дело в том что от 3 воскресенья мая с 1983 года отмечается как всемирный день памяти людей которые умерли от спида от вич-инфекции и мы решили поговорить сегодня на эту тему и еще раз понять что происходит в стране в городском округе люберцы как люди относятся вообще сегодня к вич-инфекции есть такое ощущение что как-то подзабыли что она существует елена викторна разговорова это врач инфекционист районный специалист по организации оказания на помощи вич инфицированным уже третий или четвертый раз мы с вами общаемся чаще мы говорили ну а цифрах сколько заболела сколько зафиксировано сколько не зафиксированы так далее сегодня вот такая дата почему кстати решили такой специальный день отменить ездишь у нас всемирный день борьбы со спидом зачем еще день память но это же началось восемьдесят третьем году когда не было лекарств и ситуация развивалась как лавина то есть как заболел умер заболел умер и это было страшно и убирали молодые и это было прямо с переворотом в сознании тогда 80 и казалось что это такой вот инфекционную же форму по большому счету принимают ну форму пандемии до умирали тогда еще советский союз не был затронут на весь остальной это мир прям очень очень быстро вовлекался ситуация была страшнее чем вот этот к вид который начался двадцатом году вот сегодня часто общаясь со своими студентами для них спид это как что-то новым естественно она давно есть и существует а вот мы с вами с огромным количеством людей жили еще в то время когда ничего даже не было такого слова вирус иммунодефицита человека и казалось что это какая-то запредельная история но проблема которая хочу поднять сегодня нашем разговоре она довольно любопытная мы с вами не раз говорили что действительно сегодня болезнь чаще но если не излечима то поддерживает больного до конца его жизни и это хорошо но с другой стороны возникает другой эффект зная об этом молодые люди которых активная сексуальная жизнь они думают примерно так но если я заражусь то и меня как минимум если не вылечит а по крайней мере я не умру и вот это их двигает в сторону легкости такой легкого существования тем более мы знаем сегодня всевозможные есть средства ну назовем их так когда человека не знает с кем он был ночью чего там происходило и так далее то есть получается таковой обратный эффект люди знают что их вылечит и поэтому совершенно не бояться заразиться это так да это так или я абсолютно не бояться заразиться и абсолютно уверены но вот у меня дочери 26 лет и среди ее знакомых есть вич инфицированные ребята и девчонки заразившись половым путем и я реально вижу что очень спокойные отношения и это спокойное отношение на грани с пренебрежением к своему здоровью вот именно то о чем вы говорите что но и что я получу бесплатно лекарство я все равно буду жить это ситуация которую переломить я даже не знаю как потому что мне кажется мы очень мало об этом говорим средствах массовой информации мы почти практически не говорим мы не говорим и мы не говорим чем заканчивается вич инфекция заболевание неизлечимое и вообще-то она может закончиться спидом и молодой человек может умереть понимаете мне кажется что если в 90-е годы которые нас называют лихими можно было все но при этом и информации было огромное количество да я прекрасно помню даже в советских программах время профессор профессор как же овчинников по-моему до кровь покровский покровский да я помню его сюжеты но чуть ли не в каждой еженедельной программе да так или иначе связаны со спидом то что было новое как бы заболевание он тогда еще молодой совсем был сейчас уже такой академик да и я помню что хоть как-то но чего-то рассказывали даже не то что стращали хотя тогда была ситуация что конечно же там у них на западе хуже у нас получше но давайте же об этом помнить то сегодня вообще ни о чем но нет ни фильмов на эту тему никаких то дискуссий таких глобальных которые идут по телевидению или даже блогов нет где конкретно редко редко где можно увидеть такое ощущение что будет табу на этой теме так ну потому что в принципе в головах стигматизация осталось нет информации все равно будет какая-то стигматизация что это что-то не то правильно в отличие от европы наши очень кроме нескольких человек до медийных лиц статус свой не открывают головах у людей остается с одной стороны что ой это ерунда и меня полечит с другой стороны что-то в этом стыдно и сохраняется понимаете все равно это сохраняется то есть употребление психоактивных веществ возрастную соответственно этот путь передачи половой путь передачи на фоне употребления тоже вырос и у меня сейчас появляется молодежь который не было до этого там лет восемь у меня не было молодых у меня были средний возраст 30 до 40 сейчас опять 18 лет там 19 20 ну совсем молодые заразившиеся таким путем то есть эти у них вот может быть тогда еще констатировать можно такую историю что если средний возраст действительно те люди которые стесняются и которые живут этими ну что нельзя даже руку пожать там и так далее ну такой страх как же со мной теперь будет общаться и это же очень тяжело внутри себя это все переживать вы-то это знаете как специалист а молодые они как-то это воспринимать но и чего тем более скажем как раз западных то фильмов на эту тематику много и именно которые продвигают не только тему защиты но и тему такого некого свободного существования делаю что хочу а молодежь у нас сегодня к сожалению она находится перед каким-то таким выбором не всегда сама в состоянии понять что она хочет вот поэтому мне кажется то что мы с вами говорили я помню что до средний возраст иногда даже такой уже солидно 80 лет есть да да то есть приток молодежи связан все таки с таким традиционным сексуальным способом заражения на фоне вот приема этих всевозможных сожалению лист до к сожалению сейчас что делать как тогда мы же понимаем что плакат или специальные фильмы показывать это для молодых это сложно то они не услышат я не знаю мне кажется должна быть какая-то очень тонкая государственная политика направленная на работу именно с пациентами с вич с очень достойными людьми и какая-то работа вот с изменением сознания потому что если приду я как доктор расскажу но меня послушают уйдут также как если приходит на прием мама наркомана со мной я пытаюсь и донести за это за эти годы столько историй и у меня примерно есть какие то то что я могу искать она меня не слышит то что я не на ее куда стране вот точно так же здесь если будут люди которые смогут открыть свой статус сказать что ребят надо лечиться если мы будем рассказывать о историях когда человек ну не лечился и к чему это привело может быть тогда но именно с позиции человечности не дай бог не чтение морали и что я сегодня утром думаю что-нибудь новенькое расскажу я пошла в интернет и я у меня настроение даже упало потому что но это невозможно слушать это все какие-то заученные фразы слова цифры и вряд ли это на молодежь подействует ну давайте так вот нас для первой части еще время осталось вот если бы сейчас к на прием до пришел человек который с молодой заразился вот как как он вообще этот прием проходит вы пытаетесь пойти если во первых он пришел то само по себе наверно уже до удивление как вообще разговор идет вы пытаетесь выяснить где с кем при каких обстоятельствах это же надо это такая следовательская работа или как нет значит здесь но все-таки они следователи доктор да 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 поэтому моей задачей является как раз вот сказать что это хроническое заболевание которое хорошо поддается лечение при условии что лечится человек потому что позавчера у нас умерла пациентка на очередная наш то есть у нас смертность продолжается люди не хотят лечиться умерла от того что не лечилась умерла от того что до три недели назад она написала отказ от госпитализации сказал мне надо свои дела порешать ну а позавчера не чувствуется вот человек через три недели до она умерла через три месяца да нет три недели назад она у нас отказалась она сейчас я все дела закончу и потом она что не чувствует что вот она чувствовала но у нее были какие-то свои соображения и поэтому моей задачей в первую очередь донести что вообще-то лечится и вообще-то это хроническое заболевание да и лекарства есть и организация медицинской помощи в россии на очень хорошем уровне это правда если этому не важно там молодой человек или девушка что будет семья в которой вы родятся здоровые дети тоже такой важный момент в общем то все то же самое но только некая такая метка стоит о которой должен помнить ты и за эту метку имеешь вот и дальше но обычно если это молодежь она приходит уже сузу изучив тему да они уже подготовлены и полностью то есть они вам рассказывают и да первое что я говорю вы что-то знаете о вич-инфекции как вы видите себя в этом состоянии что если это человек который просто пока в отрицании я не буду ему навязывать диагноз я скажу знаете конечно надо обследоваться конечно надо повторить то есть моя задача так разговаривать чтобы человек о чем-то подумал и не пропал но на 10-15 лет после которых появится камни в состоянии спида уже да и там и уже я не уверена что я смогу ему помочь ас вот у нас лежат два человека так вот с прогрессирующим уже течением заболеваний вот перед тем как мы идем на перерыв отвлечемся буквально немножко от этого ваше чувство ваше ощущение когда вы вот с людьми общаетесь и понимаете что вот этого ну все будет нормально то есть человек все понял все хорошо это такой приятный дамами как для врача когда вы понимаете что вот хоть течетку вокруг него танцую не не работает какие ощущения у вас у человека который знает всю подноготную ой вы знаете я же с 2001 года работаю я умею зацепить даже если я вижу что у человека сопротивлений у меня получается найти слова даже если он скажет мне что сейчас на меня жалоба в прокуратуру напишут что я ему такой страшный диагноз говорю да все что и хлопнет дверью у меня есть возможность немножко донести и потом у нас сейчас у всех пациентов но с их разрешение они нам оставляют телефоны и у меня медсестра просматривает карточки где-то 1 квартал и мы там отзваниваем здравствуйте это вот да это ваше право вы сейчас можете не ходить ко мне не лечиться вы себя чувствуете хорошо ну давайте так договоримся если что-то вас в вашем здоровье начнет напрягать пожалуйста приходить все нас там два телефона городской и мобильной в кабинете телефоны пациентов на карточках они нам оставляют и у нас на самом деле с разрешение самих пациентов есть телефоны родственников не все разрешают но если например молодая девушка пришла с мамой мама в курсе то мы начинаем разговаривать с мамой эти часто в курсе родители молодежи сейчас или цифра тоже самое вы знаете там история такая все зависит от отношений в семье если открытие да если родители хорошо к своим детям относятся то тогда как правило это очень помогает если родители знают это такая мощная поддержка то есть дополнительный фронт такой борьбы и они моментально перестраивать если раньше там они играли роль каких-то я не знаю вездесущего здесь не понимает что что вот детям просто нужна помощь и взрослым детям нужна помощь не все и все и они как-то сами меняются хорошо елена виктор на разговор у вас сейчас мы сделаем небольшую паузу и говорим мы сегодня на тему спида обычно мы это говорили 1 декабря делаем и сегодня мы это делаем весной в мае потому что всемирный день памяти умерших от спида отмечается в третье воскресенье мая с 1983 года а есть какие-то списки что ли в этот день или просто так вот день назвала организация но помню что эта программа открытый диалог у нас гостях елена викторовна разговорова врач инфекционист районный специалист по организации оказания помощи вич инфицированным и наша программа посвящается всемирному дню когда вспоминают тех кто умерли от спида 3 воскресенья мая с 1983 года а есть какие-то списки что ли в этот день или просто так вот день назвала организация чтобы люди помнили что вот не лечились скажем так или не смогли избавиться от болезни вы знаете во многих странах ведется вот это вот лоскутное одеяло не одеяло по-разному называется где пишутся имена погибших сейчас но умерших от спида но сейчас вот как-то ковид все у нас немножечко притормозил и везде все по большому счету это вид он такой сразу то есть он более концентрирована да 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 вич инфекция то сколько лет уже растянуто во время да очень есть какие-то на сегодняшний день всемирные цифры погибших более 32 миллионов и двадцати тридцати двух тридцати двух около 40 кажется 1 около 40 нет это в мире около 40 40 миллионов я имею ввиду почти как размер какой-то небольшой страны такой средний да окей давайте вот о чем еще поговорим понятно что человеческий фактор никто не отменял все-таки если мы уже понимаем что есть такое ощущение что вылечат может быть тогда какие-то истории публиковать людей конкретных как это было и почему произошло или это нет у нас но это все равно достаточно анонимная история понятно но три года назад у нас я не могу сказать это ресурс люберецкий сейчас называется вот к новостной люберецкий у нас были там прямо истории до опубликовались и был какой-то эффект от этого нет то есть я так понимаю что пока рак что называется не свистнет да у человека ничего не прорису самое интересное даже когда опять живут с молодежью общаемся вот в районе 1 декабря проходят всевозможные мероприятия они даже узнавая что кто-то из знакомых не воспринимает это как ну вот но как я не знаю как там сахарный диабет примерно такой вот эффект восприятия но есть у меня нет ничего страшного вот тогда такой вопрос а что дальше будет если так будет продолжаться есть вариант что заражаемость увеличится и появится какой-то новый штамм мы уже знаем все эти слова который будет неизлечимы опять у нас появится спид того уровня 80-х годов такой страшный вопрос я не думаю что того уровня по какой-то новый штамм появится но резистентность это называется до резистентность устойчивость к лечению есть уже сейчас и пациенты которые пьют нерегулярно и неправильно то русскают развивается штаммы устойчивые к лечению и вот тоже это был только видно история 19 год когда в одном из регионов подряд шли смерти людей умирающих от спида потому что ни один из препаратов не берем не берет то есть эти истории уже есть они есть реально тогда возникает вопрос сейчас уже не про плохих пациентов которые заразились про хороших врачей и наверное не про врачей а про ученых ведутся какие-то разработки если шанс вообще проблему закрыть или нет по поводу закрыть проблему вряд ли потому что вирус сидит в спящем состоянии в огромном количестве мест в организме если он неактивные добраться туда но вот он сидит внутри этого лимфоцита и не размножается снаружи лимфоцит здоров как как и туда дам ему на система не вид эту клетку как зараженную вот и таких вот резервуаров организме много но новых препаратов тоже много появляется есть разработки но когда я начинала работать у нас было там 20 таблеток в день так грубо сейчас у нас схемы лечения три таблетки в день одна таблетка в день если не очень подходит схем это может быть 6 до 6 таблеток это три препарата на 6 таблеток по количеству таблеток да вот уже тоже с девятнадцатого года в россии идут исследования один укол в месяц один укол в три месяца это уже реальные исследования идут то есть это настолько облегчает жизнь пациенту но это не увеличивает уровень и ответственности за свое здоровье тем не менее вот сегодня какие есть названия вообще там вот где там проскакивает на терапии что такое вот какие существуют ну как вот человек живет с этим статусом он же разные бывает этот статус всех одинаковые вот назовите какие статусы существуют чтобы понимать эту проблематику на терапии это сленг который означает что я получаю таблетки и у меня неопределяемая вирусная нагрузка что такое неопределяемая а это такая классная штука когда человек получает терапию так вирусов крови так мало что даже невозможно вы да и у нас вообще в европе стандартам считается 500 копий вируса в миллилитре крови но это очень мало очень если ниже пятиста они считают уже неопределяемым у нас например в областном центре спида они делают тесты менее 20 копий это вообще ни о чем то есть вирус его до его невозможно поймать антитела есть он есть но его как он и настолько мало что нет и есть такая такой слоган который доказан большим количеством исследований неопределяем равно не заразен то есть если человек постоянно принимает лечение и у него нагрузка неопределяемая соответственно он не является заразным так это один статус какие еще есть а есть так человек не получающий терапии вот просто человек заразный абсолютно заразный сейчас да у нас лежит такая у нее полтора миллиона нагрузка в миллилитре крови хорошо мужчина женщина есть какое-то влияние потому что сегодня мы знаем если мы сейчас говорим кстати о в основном как что понимали наши телезрители о неком сексуальном до таком элементе заражения чуть позже тиски за нам вопроса других вот кто больше подверженности мужчины ли женщина чей организм слабее там нет понятия слабее там женщины подвержены при контакте допустим сексуальным женщины рискует больше чем мужчины вот но поскольку мужчины ведут более активный образ жизни то по факту мы имеем там да нет не выравнивается где-то будет процентов 40 женщин 60 мужчин а даже мужчин больше ну и другие способы какие как а тут сегодня потому что многие вот опять же возвращаясь к разговору с стыдливости стеснений прочих тем особенно в молодости а когда человек среднего возраста это не может не исчезнуть а даже усилится эта тема где еще можно ну грубо говоря поймать эту заразу маникюр маникюр татуаж да сейчас то модно кстати татуаж частные стоматологические кабинеты маленькие куда не ходит роспотребнадзор день тоже ну как кто там как то есть люди идут потому что цена низкая и не понимает что в этой клинике просто не содержится все в нормальном состоянии до санэпид режим не соблюдается вот пожалуй все вот это вот основные потому что ну все это связано все-таки с кровью или кровь то но или пока нет у нас ну или как а так называемые вертикальный путь передачи от матери к ребенку оставит наследственное как бы да у нас 28 деток сейчас 28 детей с вич-инфекцией разного возраста от совсем малышек там годовалых да уже практически взрослых людей но те которые постарше это просто дети которые родились в то время когда еще профилактика так не не работала да мы не давали всем и в таком объеме сейчас нас стопроцентный охват профилактикой практически вот хотя даже этот процент он три факта риска все равно три процента остается что человек ребеночек может заразиться вот а сейчас эти эти детки это тоже каждое такое рождение такого ребенка это чп потому что там считается что мы должны охватить всех но это мигранты люди живущие без регистрации но ребенок вообще ну не виноват в этой ситуации а он получается сразу носитель до вот этого вируса сразу болен сразу более сразу болен и тоже неизлечимо и тоже неизлечимо то есть таблетки с первого дня жизни получается да да и всю и всю жизнь еще такой вопрос мы его с вами обязательно в каждой программе поднимаем и я его опять подниму как все таки заставить до слова заставить мне подходит как сделать так чтобы пришли к вам вот если у человека болит зуб да он конечно может выводить там дверями вот я не знаю попросить кого-то там щипцами выдрать но все что угодно бывает да хотя сейчас мы вроде в такой цели рано или поздно он идет к врачу готов заплатить деньги только чтобы он понимает что будет облегчение операция на сердце операция аппендицит например когда очень болит да и либо ты умираешь либо тебе его вырезают вот есть вещи когда люди идут к врачу даже если они не хотят или скорую помощь вызывают а здесь такое ощущение ну есть есть а вдруг повезет а вдруг как-то ошибка ошибка да ошибка а я еще молода или молод да не может такого да все это рассказы тогда тем более информации действительно нет там какие есть способы воздействия прям даже вот сейчас не с вами обсуждаем и никаких нет да потому что например вот статистика опять же 19 года я как раз училась федеральном центре спида нам рассказывали европейские примеры да у них исключительно мало новых случаев почему только потому что люди совершенно по-другому относятся к здоровью они ходят сдают анализы они ходят обследуются ответственно они сразу лечатся если не дай бог секс незнакомым партнером они тут же пойдут у них есть там профилактика до превентивно что за не знаю я не знаю кто был партнером я лучше выпью эту таблетку чтобы не заразиться да это совершенно другой менталитет вот в нашем российском менталитете по-моему нет ценности собственного здоровья мне кажется все от этого и это касается не только вич инфекции это касается многих вопросов то есть пока вот зубка что нужно врать непонятно а те люди которые опять же раньше считалось что спидом заболевают какие-то ну не такие которые ведут какой-то разгульный образ жизни ни за чем не следят на все им наплевать молодые опять же то сегодня срез скажем что это сколько там людей разного уровня образования скажем то знаете да все впервые выявленные пациенты вот этот прошлый посте последние года это люди абсолютно социально сохранные молодежь она вся учится или работает средний возраст тоже то есть наркоманы как наркоманы это мои те старые больные единичные которые выжили с тех пор тогда им было по 18 20 сейчас можно за 40 вот те а сейчас у меня таких вот практически нет это очень достойные люди мало того я могу сказать что именно среди моих пациентов есть настолько люди которые смогли и принять диагноз организовать свою жизнь и ответственно отнестись к своему здоровью с которых можно брать пример вот отношения к жизни значит завершая нашу программу мы делаем такой неутешительный вывод что общество почему-то до сих пор не готова повлиять на эту проблему и даже когда сами люди в этом ну нуждаются они до последнего пытаются убедить себя и всех окружающих что все хорошо все будет нормально ничего с нами не произойдет а это означает что надо работать над какой-то новый анти спидовской политикой верно ну да мне кажется это какой-то гуманитарный другой разрез но тогда значит мы с вами еще должны увидеться я надеюсь когда-то нас состоится программа когда мы радостно подведем какие-то приятные итоги но он сегодня давайте наверно вспомним всех тех людей которые к сожалению покинули этот мир силу ряда причин связанных именно со спидом и важно понимать что очень хочется вообще любая смерть это всегда катастрофа для мира в целом и для семьи для близких в частности вот и спасибо вам елена викторна что вы пытаетесь сократить это число даже тогда когда сами люди этого не понимают вот в этом даже фантастичность какой-то вашей работы вас и ваших коллег вот ну те кто нуждается в помощь я думаю вас найдут где кстати можно найти центральное при клиническое отделение там фамилия у меня тоже такая запоминающаяся разговорова вот у нас прием каждый день мало того у меня сейчас второй доктор работает пришел да так что у нас прием две смены так что если каждый день можно попасть на прием к приходите потому что давайте действительно думать о своем здоровье и не нужно бояться еще мне кажется вот мы забыли слово боязнь для обсудить такое не то что стыдливость просто вот какая-то боязнь человеческая самому себе в этом признаться вплоть до того что лучше я умру но я боюсь есть такое нет я вот я там страха как такового не вижу я вижу вот именно не очень ответственное отношение к себе и к своему здоровью мы не ценны для самих себя вот на этом мы ставим точку и елена вектора разговорова а врач инфекционист благодарим вас за участие нашей программы районы специалистов организации оказания помощи вич инфицированным но я так понимаю до встречи теперь уже в районе 1 декабря это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания